Друзья, всем привет! Это снова рубрика как чего? Сегодня я расскажу как готовить овощной жульен. Мы подготовили овощи для нашего овощного жульена. Морковка, болгарский перец, кабачок я отрезал, луковица, лук-порей, петрушка, чеснок и имбирь. Вот кусок такой я почистил. Нам теперь нужно все нарезать жульеном. Давайте начнем с морковки. Нарезаем тонкими пластинами все, потом выкладываем пластинки одна на другой такими небольшими башенками и нарезаем все соломкой. Такая нарезка соломкой называется жульен. Нарезанную морковку переместим в какую-нибудь отдельную тарелку, чтобы освободить доску разделочную. И также соломкой нарежем одну луковицу. Соломка это не полукольцами, а повдоль к волокам. Поскольку мы будем закидывать лук с морковкой одновременно, перемещаем лук к морковке. Уберем лук с морковкой сторону и приступим к приготовке болгарских перцев. Перцы порезали, теперь мы нарежем соломкой кабачок. Нарезаем аналогичным образом вторую часть кабачка. Кабачок мы дорезали, тоже можно его для удобства переместить в такую отдельную тарелку. Теперь нам осталось также жульеном нарезать наш корень имбиря. Лук порей мы нарежем тонкими кольцами, потому что, честно друзья, не представляю как его нарезать соломкой. Наверное в принципе это возможно. Давайте попробуем вот так вот сделать по аналогии с обычным луком. Разрезаем напополам, а потом... Ну да, вот так вот жульен в принципе получается. Тогда тоже нарежем соломкой. Чеснок нарежем произвольно. Можно обычными пластиками. Чеснок мы будем добавлять одновременно с имбирем, поэтому его туда переместим. Ну и завершает подготовку это нарубание зелени петрушки. Петрушку нарубаем крупно. Вот она у нас будет добавлена в жульен в последний момент. Все друзья, подготовка завершена. Мы нарезали жульеном все овощи. Вот видите, у нас получилось лук, морковка, болгарские перцы и наш кабачок. Теперь можно приступать к тепловой обработке овощей. Для приготовления жульена установим глубокую сковороду на конфорку, на холодную. Добавим туда растительного масла. Теперь закинем чеснок и имбирь. Все хорошенько перемешаем. Можно дать минуты две вот так вот постоять, чтобы масло напиталось ароматом имбиря и чеснока. Можно, если время не позволяет или жалко времени. Включаем теперь огонь и подождем пока у нас чеснок начнет подрумяниваться. Вам кажется уже началось такое легкое подрумянивание. Да, уже пора закладывать остальные овощи. Отправляем в сковороду лук и морковь. Сразу все перемешиваем. Все овощи в нашем овощном жульене должны получиться очень хрустящими. Поэтому мы быстро должны все обжарить на большой температуре. Так овощи у нас жарятся уже на минуты две. Этого достаточно. Теперь отправляем кабачки. Болгарские перцы. И жарим еще одну минуту. Минута прошла. Теперь перемешаем еще раз наш овощной жульен. Добавим туда лук-порей и зелень петрушки. Теперь дадим вот так вот на сверху полежать где-то минутку. Потом перемешаем. И еще где-то минуты две и будем снимать. Минута прошла. Перемешиваем наш жульен. Ух, аромат. Аромат просто вообще волшебный. Очень вкусно пахнет овощами. Любой вегетарианец бы сейчас, наверное, был бы просто счастлив, находясь в моей кухне. Так, теперь самое время все это дело посолить. Солить мы будем не сильно. Пару-тройку щепоток, я думаю, будет более чем достаточно. Ну, также немножко добавим черного слезу молотого перца. И достаточно. Все. Премия у нас прошла. Огонь можно выключать. Друзья, наш овощной жульен готов. Его теперь можно или использовать в качестве гарнира, или в качестве самостоятельного овощного блюда. Это постный рецепт, друзья, поэтому я сейчас великий пост. Пользуйтесь, что называется. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok